МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые АЗС начали работать в освобожденном Мариуполе. Питание, вещи какие-то. Молодец, молодец. Будет произведен сигнал о окончании погрузки, что символизирует такой вот радостный момент, порт заработал. Грузы уходят в пункты назначения. Гуманитарную помощь для них собирали в Челябинской области России. В наборы входит детская одежда, питание и средства личной гигиены. Ты живешь очень хорошо. У тебя есть деньги, работа и стиральная машина. Не беда. Доверься российской армии. Благодаря ей у тебя этого всего не будет в миг. Мне что-то подсказывает, что нас наебали. Ну, а если серьезно, это не смешно. Ведь то, что россиянам по телевизору рассказывают абсолютно иную реальность, это мы уже знаем. Но теперь пропаганда перешла на новый уровень. Они пытаются вложить в голове жертвам русского мира, что российские солдаты ничего плохого не делают. А знаете, каким образом? Вот, гляньте. Еще недавно в этом приморском городе не смолкали выстрелы и гремели взрывы. Сегодня Мариуполь уверенно возрождается. Ведутся работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и коммуникаций. Наводится порядок на улицах, расчищаются завалы. Теперь на улицах Мариуполя, как и раньше, можно увидеть людей, которые просто гуляют по городу, кормят голубей в парках и скверах, прогуливаются с детьми. Вы поняли, да? То есть раньше у этих людей было все хорошо и спокойно. Вода, продукты, интернет, тепло. А теперь этого всего после прихода русских нету. И эти же русские пытаются убедить, нет, было плохо, а сейчас все прекрасно. Не веришь? Значит, ты иноагент. В Мариуполе силами МЧС России развернуты мобильные комплексы информирования и оповещения населения. Один из них установлен стационарно в районе бывшего торгового центра метро. Город только начинают обеспечивать электроснабжение. Для доведения оперативной информации в районах с нарушенной инфраструктурной связью силами МЧС России были развернуты три мобильных комплекса информирования и оповещения населения. Да-да, вы правильно поняли. В полностью, подчеркиваю, полностью уничтоженный Мариуполь МЧС России прислал не продукты или воду, или даже лекарства, а как они считают, что-то более важное. Это грузовик с большим экраном, на котором транслируют российские телеканалы. Честно, я даже не знаю, как вам это объяснить. Это сюр какой-то. Сначала убили тысячи людей, уничтожили дома, лишили людей свободы, а теперь преподносят это как победу. Ну, приблизительно так это сейчас выглядит. К слову, Мариуполь для российской пропаганды сейчас обрел отдельное сакральное значение. Ведь нужна же хоть какая-то победа в конце концов. А помните, когда-то на федеральных телеканалах про Киев мечтали? Я надеюсь, что это все закончится, что действительно решится все, скорее всего, я думаю, решится все в Киеве. Падение Киева, очевидно, это тоже вопрос, ну, наверное, ближайших, может быть, трех, четырех, пяти дней. Но что-то не задалось. Не задалось. Но еще больший сюр – это заявление этого и***ного пи***ца. Простите, опять сорвался. Но еще больший сюр – это заявление главаря группировки ДНР Дениса Пушилина о новой жизни Мариуполя. С российской армией приближаем нашу несомненную и неминуемую победу и одновременно при поддержке регионов России начинаем грандиозную стройку. Стоит задача по всей республике в краткие сроки восстановить объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также жилье, разрушенное вооруженными формированиями Украины. К тому же это промышленный кластер. Здесь расположены два металлургических комбината имени Ильича и Азовсталь. А значит, этот город – важная часть будущей экономики Донбасса. На словах было так. А на деле Азовсталь уничтожили, металл разворовали, а сам завод решили снести. На его месте, мол, будет парк. На месте завода Азовсталь планируются несколько другие проекты. Это, может быть, будет жилой какой-то район построен или, возможно, это будет парковая зона. Но тут, знаете, возникает вопрос. Если за 8 лет оккупации Донецка не хватает денег банально дороги отремонтировать, то за какие деньги он собрался что-то там строить? Президентам принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Стоп-стоп. То есть я правильно понимаю? Россия уничтожила и захватила развивающийся украинский город Мариуполь, а теперь хочет его восстановить за счет российских налогоплательщиков? Но я вам скажу, что особо переживать не стоит. Достаточно просто посмотреть на российские города. Кстати, я не о Москве и не о Питере сейчас говорю. Хабаровск. Здесь на бараках висел плакат. Трамп, помоги. Сталина на вас. Беда. Просто какая-то просто деградация. Крыша над головой есть. Ну ладно. Весь район застроен разваливающимися гнилыми деревянными бараками. Свалку устроили. Они такой землей иногда присыпают. Но, как показывает практика, если нету аргументов, нужно увеличивать ура-патриотизм. Помните, ранее я вам рассказывал о бабушке, встречающую вооруженные силы Украины с советским флагом. Ей, кстати, даже памятники ставили. Но тут оказалось, что бабушка не то, что Путина не любит. Она его ненавидит. И бабушку, джух, быстренько из Ростелеканалов убрали. Появился новый символ спецоперации. Алешенька. От Хабаровска до Петербурга. От Кавказа до Крайнего Севера. Это точно лайк. Мальчика Алешу, который приветствовал военных, направившихся на спецоперацию, приняли в юную армию. Алеша говорит, что хочет всеми силами поддержать наших бойцов и в будущем сам мечтает стать военным. Хочет быть военным, поехать завоевывать чужую страну, там умереть и вернуться в лучшем случае в пакете. Об этом, конечно, на российских каналах не расскажут, но это реальность. Кстати, таких, только уже взрослых Алешек, более 30 тысяч. А вообще, милитаризация детей в здоровом обществе не считается нормой. А тем более, чем-то похвальным. И этот ребенок, сам того не понимая, стал жертвой российской пропаганды во всех смыслах. Чтобы не стать жертвой пропаганды, анализируйте информацию и взвешивайте факты. А мы в этом вам поможем. С вас лайк, подписка, а с меня новый выпуск программы, давайте проверим. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!